Всем доброе утро. Что-то я с утра прям так замерзла, а? Прохладненько, так знаете, 7 часов и все. Ну, 8, правда, уже. В общем, сейчас меня муж отвезет на своей новой машине. Покатаюсь первый раз, чтобы у меня кровь сняли, забрали, гады. Ой, не люблю я это дело. Там что-то замерзло, пока одевалось, пока умывалось. Сейчас кремом не успела намазаться, но сейчас быстренько вернусь домой, все это делаю и поеду на работу пока. Такой вот у нас рассвет в парк наш. Поехали мы. Кровь стола, и чтобы выполнить силы, шоколад и чула. Жареное масло в масле, конечно, супер калорийно, и шоколад горячий, чтобы согреться. Я уже отработала, и сейчас, когда приду домой, первое, что я сделаю, это выброшу вот эти штаны. Смотрите. Я их стирала всего второй раз, и второй раз стирала из-за того, что вот эти полоски, они не отходят от порошка, даже не от порошок, это я не знаю, что. В общем, я их два раза стирала. Видите, на них все липнет, и вообще они какие-то страшные. Я их почти не носила, но вот я их одеваю, может быть, третий раз. В общем, дурдом. Приду и выброшу, чтобы они мне глаза не мозолили. Все, поехала я домой. Вот так, платьишки у нас ходят вот так вот. А вообще я не домой сейчас поеду, а газ закончился, газ куплю. Муж сегодня говорит, я сегодня утром в холодной воде купался, душ принимал. Я говорю, ну, у кого-то там праздник. Я говорю, ну, молодец, я говорю, я тебя предупреждала, потому что я-то душ принимаю, купаюсь в этом спортзале. И поэтому я могу и не заметить, что воды нету. Газ закончился. Так что я всегда газ, я почти покупаю. Не почти, а почти, ну, всегда я. Вот, потому что, во-первых, я раньше освобождаюсь, и мне не лень заехать. Ну, и бабки-то у меня. Вот. Поэтому я уже рассказывала про бюджет нашей семьи. Кому интересно, дойдите, посмотрите. Поэтому почти всеми покупками распоряжаюсь я. Вот поеду за газом. Сейчас бутылочку куплю. Ну, там легко, там его тебе в багажник кладет мужчина, который продает. А уже из багажника у меня есть специальная тележка. Я везу. Опс. Опс. Вот так и разъезжаемся. Вот так и разъезжаемся. Куда он? Туда, сюда, куда? Че? Че не едет? Или че? Или я еду? Не пойму ничего. Че не едет-то? Че-то не пойму. Что ты хочешь, я не знаю, полюбила и страдаю. Может быть, вот тут мне нужно проехать? Ну, так предупреждай, что здесь можно проехать. Я откуда знаю. Что-то... Понаставят тут машин. Да? Так, вот и едем. Та-та-та-та-там. Что мне делать, я не знаю. Полюбила и страдаю. Морюшка. Шторм. Вам не видно, но мне видно белые шапки. И такое оно темно-синее. Красивое. Ладно, поехала я за газом. Вот такая тележечка. Мне кажется, она здесь в испанской семье, в каждой семье есть. Ига. Газ стоит... 12,75. Чуть-то какой-то. Нам его где-то на месяц хватает. Ну, там посуду помыть. Самим помыться, да, мячиком. И все. Вот так вот и везешь. А как здесь? А как еще? Я не могу иначе. Пойдемте сейчас мы огород посмотрим. Как там, что-то принялось, не принялось. Вообще, интересно. Так что, интересно. Может, ночью очень сильный ветер. Но я не думаю, что там что-то будет делом. Кроме тазов-то, что у меня еще может быть? Может быть, таз обратно прилетел? Вы знаете. Нитроган, конечно, был статный. Сейчас глядишь, и таз обратно стоит. Кто-то с никого знает. Все может быть. Ой, блин. Ого, на голову и на ночь. И вот так вот заосим. И все. И все. Мы теперь опять с горячей водой. В общем, вот мой сад-огород. Так. Ну, вот эти вот, да, смотрите, какие они принялись. Все хорошо. Вот этот тоже принялись. Лучок тоже. Укропчик, по-моему, тоже хороший. А вот эти, они и там были. Вот этот вообще какой-то полудохлый был. Капуст, ну, салат. Посмотрим. Может, тоже встанет. Вырастет. Вот так вот. Ну, все зашибись. Ничего не улетело. Вот это прям мне совсем нравится. Прям классно, да? Все тут принялось. Стоит все, как надо. Вот. Земля сырая, хорошая. Видите, у них тут с утра солнце. Ну, с утра. Сейчас уже не утро, конечно. Идет после обеда уже. Ну, вот что? Укропчик можно даже рвать, смотрите. Очень классно. Пойдемте мой тазик проверим. Стоит родненький. Видите, стоит. Никуда не денется. Вот так вот. Погода вот такая. Видите, там у меня Сера-Неваду видно. Лыжные курорты. Видите, снег. Красота. Надо в этом году обязательно съездить. В России нет снега, зато у нас есть. И говорят, довольно-таки много. Чарли солнечной ванной принимает. Так что вот так. Я не могу. Значит. Пойду я разогревать себе кушать. Я сегодня ничего не буду готовить. У нас осталась вчерашняя еда. Муж сказал, что будет только салат. Он типа худеет. Ой, не бабушка. Смешно. Худеет. Худеющий, блин. Так. Кто тут мой? Ага. Клиентка с Канадой пишет. Что она тут мне пишет? Ну-ка, пора, давай, репинары, бентикуатру. 24-го. Есть ли место? Да еще пока никого нет на 24-го. Сейчас ей... Во сколько ей сказать? У нее такой волос длинный. Длинный, густой. Сама она такая вот метр с кепкой. Но волос до попы вот такой толщины, как лошадиный хвост. В общем, сейчас будем думать, во сколько ей сказать. В общем, да. В общем, у нас тут же праздник намечается, Рождество. Мы, кстати, кое-где будем отмечать. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. А то пропустите. Будет интересно. В общем, я высматриваю туфли. У меня есть на кублуках туфли. Да, да, да. Как вы хотели. Да. Классные туфли. Вот. С пижамой особенно они вообще смотрятся зашибись. Вот. И очень удобные. Вы знаете, несмотря на то, что каблук высокий, да, ну, как бы высокий, да, но они очень удобные. Единственное, что мне не нравится, они очень сильно стучат. Вот я думаю, может быть, на них набойку сделать. А то ходишь как это, как директор. И танцевать, чтобы было удобнее. У меня, кстати, наряд уже сформирован в голове. Достались вот эти туфли. Такие. Сейчас покажу вам поближе. Мои туфлики. Видите? Они типа блестючие вот такие. В общем, классные. У меня еще есть. У меня вообще много туфлей. Я раньше... У меня был раньше стиль классический. Юбки. Платье. Туфли не было никогда в жизни кроссовок. Буквально года 4 назад мой стиль был только классика. Никаких там спортивных штанов, спортивных костюмах, не говоря о кроссовках, у меня вообще не было. Не то, что они спортивных. Никаких не было. Ну, вот с годами или со временем, или что, не знаю. Вот вкусы меняются. Потому что я раньше думала, я в кроссовках? Да вы что? А сейчас завалдыриваю, мне очень нравится. Ну, так же я и могу класть. Просто у нас классическую одежду. Ну, куда? В меркодону, что ли, наденешь, да? Каблуки и пошла. Или вот за газом, да? Вы представляете меня с этой тележечкой такая. Трын-трын-трын и на каблуках. Я дам с Амстердама. Дайте мне, пожалуйста, бутылочку газа. И поехала с тележкой. В платье классическом, таком, в пинджачке. В пинджачке. Ну, смешно, правда? Правда. Поэтому вот так вот. Стиль, поэтому, может быть, и сменился. Вот. Так что, я думаю, наверное, в этих пойду к туфлях. Ну, блин, набойка меня смущает. Может быть, я ее сделаю. Хотя, когда я ее сделаю-то? Уже во вторник праздник. Ну, я буду стучать, цыганку отплясывать. Правда, ее нам не включат. Ну, испанскую цыганочку буду плясать. Почему нет? Шумит чайник. Муж вчера был на старой квартире. Вот. И там ее снимают. И вот кто снимает, дал нам вот такие помидоры. Блин, они пахнут помидорами в натуре. Прям вот смотрите, какие. Вот эти вот самые сорт классные. Вот. Муж сказал, хочу салат. Ну, хочешь салат, будет тебе салат. А я буду доедать суп с фрикадельками. Да. А потом буду пить чай с пирогом. Вот так вот. Доедаем, доедаем потихонечку. Чай будет у меня зеленый, с Иван-чаем. Маден Рашин. Оттуда чаев привезла. Много-много там, очень много классных, вкусных чаев. И всегда, когда едем с Россией или кто-то приезжает к нам в гости, нам привозят чаи. В Испании таких чаев нет. Почему-то. Вот, например, Иван-чай может быть перевезти как-то. Все равно там чаи вкусные. Вот, Краснодарский с чабрецом мне привозила. Сестра тоже обалденный чай. Почему-то я его не нашла. Но не то, что почему-то я его не нашла. У меня не было времени куда-то ходить и искать эти все чаи. Поэтому вот. Привезла зеленый Иван-чаем. Так, салатик надо достать. Мой-то еще не вырос. Рано. Придется покупными пользоваться. Но скоро и мой вырастет. Я так надеюсь. Я так надеюсь. Так, чай заварим, суп. В общем, все-все. И все. А, я еще достала рыбку. Горбушу. Три кусочек. Размороживаю. Что-то так захотелось. Рыбки. Думаю, блин, у меня же горбуша есть. Достала. Сламзаю вот так вот. Ко мне сегодня подруга придет стричься. Вот, она к пяти подойдет. Ко мне. Поэтому. А, все у меня стоит. Сумку. Спортзал. Я сейчас соберу. Потому что в Чарли пойду гулять не в пять, как обычно. А в четыре. Но я хотела с ним вообще не идти гулять. Как бы думаю. А, нет времени. Потом думаю, почему бы нет. В четыре пойду погуляю. Потом как раз она к пяти приедет. Я ее подстригу. Укладку сделаю. И потом пойду в спортзал. Правильно же ведь я подумаю? Правильно. А то что, бедная? Он будет у меня дома сидеть. Да, моя рыба. Без прогулки. Как это так? Никак нельзя. Никак нельзя без прогулки. Да? Моя сладкая такая зайчик. Моя сладкая такая. Сижу в городом одиночестве. У нас сегодня футбол. Поэтому нас покинули. Чарли там своей игрушкой обнимается. Да, Чарли? Одинокой? Ты? Мы уже съели... Ой, съели. Ну да. Съели апельсин. Вы это уже увидели. В общем. И что могу сказать? Все. Пойдем сейчас... А, у меня сегодня, наверное, по программе Большой Брат. Сейчас нужно посмотреть. У меня в телефоне там программа передач. Вот. И все. Наверное, сегодня среда. А, нет. Сегодня ничего. Или вчера. В общем, я уже совсем... Совсем голова закружилась. Что у меня, когда и что? В общем, не знаю. Хотела сегодня в сауну сходить. Она почему-то была выключена. У меня так морду... Лица немного почистила пилингом. Она у меня такая распаренная была. Она такая красная. Все такая прям... С пылу, с жару. Потом намазала масочку. В общем, все как надо. Вот, да. Эта передача мне тоже нравится. В общем, будем с вами до завтра прощаться. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте писать комментарии. Пишите, пишите. Ставить лайки. И встретимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok